Ну что, друзья, всем привет! Давайте с вами посмотрим такой вопрос. Приведет ли мое начинание меня к успеху? То, над чем вы работаете, во что вы вкладываетесь, обучаетесь. В любом случае, какие-то энергетические затраты, а может быть и не какие-то, а колоссальные, вы куда-то выливаете. В итоге, какая будет отдача, перспектива этой отдачи? Правильная дорога, неправильная дорога? Что нас сулит? Во что вы вкладываетесь, над чем вы регулярно работаете, обучаетесь. Нужно ли это в дальнейшем? Будет ли это, например, важно, так скажем, через 5 лет, а то и больше. У нас 6 вариантов по стандарту. Выбирайте свой. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Даю вам буквально секундочку на раздумье. Кому недостаточно времени, ставьте на паузу. А я начинаю. Единицы. Смотрим. Умеренность. У вас выходит, а здесь 4 старших аркана. Обратите внимание, единицы. На первое умеренность идет. Умеренность в связке с шестеркой кубков из башни говорит о том, что вы выбрали не саму сферу деятельности неправильную, а то, как вы идете к достижению ваших целей. Здесь должно быть колоссальная переоценка ценностей. Здесь должна быть трансформация. Вы должны пересмотреть тот путь, с помощью которого прокладывается эта дорога, дорога к цели. Шестерка кубков говорит все-таки о каких-то прошлых постулатах. Базис, который вы опираетесь из прошлого, недостаточный, он хрупкий, он неоднозначный, он вам не даст по силе, чтобы вы пришли к определенной цели, достигли очень хороших успехов. Поэтому по смерти здесь нужна трансформация. Башня – это разрушить ваш старый прошлый подход. То есть здесь, если вы таким вот образом поступите, то есть внесете что-то новое или возьмете какой-то неординарный путь, то, да, сила, тогда вы добьетесь хороших очень успехов. И еще такой момент. У вас здесь выпадает умеренность. Умеренность – это достаточно длительная карта. Она говорит о том, что все возможно, но по умеренности нужно набраться терпения. Поэтому удачи вам, единицы. Я двигаюсь дальше. Двойки. Здесь однозначно да, да, да и еще раз да. Тот путь, который выбрали – это абсолютная вточку в яблочко, императрица. Императрица – женщина, которая умеет простраивать свой бизнес, простраивать на долгие года, на долгую первую. Перспективу и вообще знает, что почем. Знает, как, например, закрепиться на рынке, чем она занимается и что это ей сулит в дальнейшем. Возможно, вы сейчас на стадии обучения, потому что здесь идет паш мечей. Шестерка кубков в связке с императрицей, возможно, это даже ваше предназначение. То есть, ну, например, скажем, что человек с детства, да, этим занимается или у него чуйка, он знает, ощущает, что ему нужно было этим заниматься. Поэтому у вас и выходит девятка кубков, все будет, в принципе, шоколаде. Обратите внимание, какая вкусная, теплая карта. То есть, человек идет к тому, что он хочет. Это достижение мечты, это зона комфорта, это счастье, это радость. Это прекрасные эмоции. Поэтому здесь да, да, однозначно да. Дой, поздравляю вас. Так, ну, в принципе, все сказала, да, прилагайте усилия и все будет. Не забываем ставить сердечки пальцы вверх. Кому нужны личные расклады, пишем мне в личку, я двигаюсь дальше. Тройки. Ну что, тройки, у вас здесь нутная карта. Сейчас будем раскрывать, что здесь. Это что? Смотрите. Кстати, возможно, меня здесь смотрят мужчины тройки. Семерка кубков. Семерка кубков – это карта темноты, непонимания, иллюзий. Человек все-таки витает в облаках. То есть нарисовал на себя какую-то цель, мечту, что будет так и по-другому никак. На самом деле это двойственность. На самом деле очень много таких лжеидей в его голове. То есть он узкопрофильно, узкотоннельно смотрит на ситуацию. По колеснице все-таки человек думает, что он будет управлять этой ситуацией. Будет прорыв, либо, по крайней мере, он надеется и сливает огромное количество энергии на эти надежды. Но у вас выходит двойка жезлов, а здесь девочка цунет сама себя в зеркало. Это значит, что ваши мысли, они тоннельные, они очень узкие, субъективные. Нет какой-то абстракции, а только есть субъективность. Вы думаете, что вы полностью управляете ситуацией. Шестерка пентаклей. Также и здесь колесница, карта прорыва, когда человек управляет над всем и всем. На самом деле это ошибка, потому что ваш подход неправильный. Во-первых, здесь проигрывается очень много эгоцентризма. По карту солнца это эгоцентризм. Семерка жезлов, пятерка кубков и рыцарь мечей говорит о том, что вы часто решаете какие-то ситуации на ножах, достаточно агрессивно. Либо воспринимаете ситуацию очень болезненно, где вы проигрываете или где не получается так, как вы задумали. Сразу начинаете впадать в депрессию, в апатию. А потом снова начинаете по семерке жезлов либо кого-то воспитывать, либо им показывать, доказывать и говорить, как нужно делать, потому что вы считаете, что так верно. На самом деле вы ошибаетесь. Семерка кубков это карта все-таки ошибок, не прозрачности, а туманности. Хватает ли тройке здесь опыта? Нет, конечно, тройки. Отщельник и карта смерти. Вы еще не прошли определенного рода трансформации, возможно, даже какого-то такого, знаете, трансформации, которые принесут вам боль, неприятие. Возможно, вы даже должны будете покинуть место, в котором вы находитесь. То есть эти трансформации будут даваться вам болезненно, но это приведет вас к колоссальному, колоссальному опыту. И скоро, скорее всего, это с вами произойдет по башне. Башня и смерть – это карта движения. То есть где вы покидаете, например, урочий дом или меняете место работы, или вас, например, увольняют, но это вам на руку. Отшельник – это колоссальный опыт, который человек проходит, он становится мудрее, моральные принципы его меняются. Поэтому здесь все прекрасно. Живете в своем мире, а пора уже двигаться в другом направлении. Семерка кубков и карта мира – это все-таки загнанная такая карта. Она очень ограниченная. Поэтому здесь пора взрослеть, находить определенный баланс, потому что вас шатает то влево, то вправо. Да, десятка жилов, обратите внимание, мне хочется на китайском сказать хэн луан. То есть здесь все, все нагромождено. Нет какого-то порядка. У каждого предмета, у каждой мысли должен быть определенный порядок. Вот, нагромождено буквально все. Мысли, кони, чувства, все смешалось. Поэтому здесь нужно начинать с определенного порядка. И я вам здесь советую. Угу, восьмерка мечей – это карта ограничений. Причем это мысленные ограничения, они пустые. Поэтому начните с ваших мыслей, контролируйте их. А там, после того, как вы будете контролировать мысли, фокусироваться, концентрироваться, чтобы не было этих эмоциональных врачей, вы четко будете понимать, как двигаться. Тройки, я благодарю вас, желаю вам успеха, удачи, да, осознанности. Тройки, ставьте пальчики вверх. Кому нужны личные расклады мне в личку, я двигаюсь дальше. Четверки. Какая-то вынужденная работа, либо два заработка, которые приносят вам, ну, по меньшей мере, эмоциональное неспокойствие по шкуркам. И что за этой картой? Отлично. Не можете решить. Кстати, четверки, возможно, я же говорю, не можете решить по двойке мячей, не можете выбрать, то есть, чем заниматься, или этой деятельностью, или этой деятельностью. Возможно, и там по чуть-чуть вкладывайтесь, там что-то изучаете. Не можете вы расставить точки над и под у зумичей, конкретно сделать себе четкое предложение. Второе, в основном, у вас предложение по пятерке жертвов. Дает огромный такой эмоциональный качель и споры с самой собой. Но это второе все-таки. Вот на тот выбор, на который вы сливаете очень огромное количество эмоций, у вас происходят такие споры, внутренние конфликты. Соответственно, это вас более творчески, эмоционально привлекает, завлекает. А то, что вас именно эмоционально будет привлекать, там вы будете больше туда вкладываться. Поэтому у вас здесь намекают на второй вид деятельности, да, четверки. Тогда здесь будет все в шоколаде. Карта прорыва. Девятка Пентакли. Это шикарное положение в плане финансово. Парш жезлов. Начало. И если вы прям окончательно и бесповоротно сделаете, это такой выбор в сторону второго, да, какого-то варианта, и вовлечетесь здесь полностью с головой, будете получать удовольствие от этого. Однозначно удовольствие. Ярофант. Либо вы хотите кого-то обучать, либо вам еще нужно найти определенного коуча, вашего наставника, Ярофант и Император. Действительно достойного человека, который знает ту или иную сферу деятельности. Тогда вот здесь будет очень хороший прорыв. Прям колоссальный прорыв. Поэтому четверки. Действуйте, злодействуйте. Благодарю вас за просмотр. За личными раскладами. Пишите мне в личку, кому интересно, кто желает. Расклады могут быть разного характера. Не только проф. Ориентация. Мы двигаемся дальше. Пятерки. Пятерки. Ну, вы здесь будете, либо вы уже ленитесь, либо вы будете лениться. Понимаете? По тузу кубков, это то, что вас сейчас вдохновляет, очаровывает. И вы себя за это обожаете. И, возможно, то, что вы делаете, или как вы, это сейчас ваш подход, обучение. Вы, возможно, даже сами себе говорите, ах, какая я молодец, ах, какая я крутая. Слушай, ну, я прям могу быть профессионалом, в этом деле, да, неплохо. Но дело в том, что здесь огромный вопрос идет по восьмерке Пентакли. Это карта обучения, тренинга. То, чем вы занимаетесь, скорее всего, потребует огромного количества ресурсов, а именно, каких терпения. Которое терпение, и вот то, что нужно делать нудно, занудно, концентрируясь, это тяжело вам будет даваться. Тройка мечей, это карта тяжести, переживаний, или что-то у вас не получается, потому что сейчас идут радости, сладкие радости по тузу кубка. Но когда вы будете в этом все больше и больше вовлекаться, и на этом нужно действительно держать фокус, вас это приведет в раздрайв. Раздрайв. Десятка Пентаклей, мечовый король. Почему у меня в потоке идет? Почему у меня в потоке идет? Карта конкуренции. Да, здесь очень много королей. Да, ну вот у меня в потоке идет слова, и все верно. Король мечей, король жезлов, тройка кубков. То есть здесь нужно будет попотеть в плане коммуникации с людьми и выдержать определенный натиск, напор, и, ну, возможно, кто-то вас круче, лучше, и вас это обижает, обижает ваше эго. Соответственно, то, как вы будете себя вести в этом обществе, как вы себя будете демонстрировать, да, очень сильно на вас будет влиять. то есть тот, кто уже лучше, круче, больше знает, будет влиять на вас негативно. Четверка мечей, карта апатии, карта чувства такой, внутренней болезни, когда ничего не хочется сделать, делать, нет стимула. Ну, совет, дайте четверку, ой, пятерка. вовлекаетесь в это, обучаетесь, это четверки, или это кто-то иной, это кто-то иной, и возьмите себе кого-то в сотрудники, в пару, с тем человеком, с которым вы находитесь с энергией, по королю кубков, да, по королю кубков, тот, кто будет вас поддерживать, возможно, занимается тем же родом деятельности, то есть найдите себе такого человека, который будет вам соучастником, вашей аудитории, вот она по влюбленным, мы здесь вдвоем, обнимашки, обнимашки, вы понимаете друг друга, он будет вас определенным образом поддерживать и направлять вас, опора, четверка, жезла, тогда у вас все будет получаться, потому что вы здесь очень быстро сдаетесь, как вспышка, все у вас возникло, вы рады и счастливы, а начинается конкуренция, либо давление сне, все вызываетесь, если хотите быть успешным, вот вам подсвет, король кубков, то есть ваш, тот, кто будет рядом с вами, возможно, занимается тем же родом деятельности, поддерживает вас, так, пятерки благодарю за просмотр, ставим лайки, подписываемся на мой канал, за личными раскладами, мне в личку, я двигаюсь дальше, шестерочки, какая у вас интересная здесь карта, шестерки, семерка мечей, это самообман, или это кто-то влияет, это самообман, потому что она смотрит на кого-то, или что-то другое, потому что смотрит на кого-то, семерки, ой, шестерки, шестерка, кто выбрал шестой вариант, семерка мечей у вас, здесь карта самообмана, все-таки, возможно, ваш путь совсем иной, да, возможно, вы не в том направлении двигаетесь, не туда вы сливаете свой концентрат, энергию, фокус, возможно, по семерке мечей, это карта определенного самообмана, кто-то вам это навязал, десятка пентаклей, это ваш близкий круг, окружение, а возможно, кто-то, семья, мама, папа, брат, убедил, навязал, причем, убедил очень достаточно искусно, по королю кубков, тот, кто хорошо вообще, работая с людьми, знает психологию, либо вашу психологию, очень хорошо вам вот это зерно в голову-то и вложил, но на самом деле, это не ваше, максимум до чего вы можете дойти, это до пажа пентаклей, то есть, это что-то такое мелкое, абсолютно мелкое, а чем на самом деле, что здесь, ирофонт, шестерка кубка, и паж мечей, а сейчас это паж пентаклей, да, сейчас это паж пентаклей, то есть, вам нужно двигаться, не что-то земном, таком направлении, да, например, материальным, то, что нужно пощупать, а вам нужно именно работать в плане воздуха, ума, интеллекта, колюще режущих предметов, это совсем другое направление, то, где вы обучаете людей, работа социумом, но где вы опираетесь на логику, на ум, возможно, в прошлом у вас были такие идеи, мысли, либо кто-то из вашего окружения пошел в эту стезю, вот вам туда нужно, потому что сейчас вы занимаетесь самообманом, а самообманом занимаетесь, потому что кто-то из вашего окружения вам заради, посадил это зернышко, вот так вот. Так, шестерки, благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и до скорых встреч!